МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Миншина я, Ирина Смольская, витаю вас и галунная в нашем выпуске. Проступил до обовязков. Кандидатуру нового губернатора Миншины Анатолия Исаченко затвердили на областной сессии депутату. Преемный постфактум. Матуряки, народили деток у День и Залежности, веншовали у роддома Минской области. Наши дети не случайно, мне кажется, родились в этот день. Пошли на других круг. Сельгазпредприемства Миншины поступили до наступного этапа у Касавицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Анатолий Исаченко затверджены на посаде губернатора Минской области. За его кандидатуру проголосовали на сессии областного совета депутатов. На переддень керавник Державы Александр Лукашенко призначил Анатолия Исаченко старшинёй Минабылвыконка. До этого Исаченко працавау помощником президента, головным инспектором по Минской области. Представляючи перед депутатами кандидатуру нового губернатора, керавник администрации президента Наталья Акачанова зауважила, что он отказно ставил седа своих обавязков у працонной дейности, проявлял инициативу, деталёвывучау кадровый потенциал таготь и іншого региона. Усе 48 депутатов, які присутничали на сессии, проголосовали за Анатолия Исаченко одинаковосным. Анатолий Исаченко, сёмый полику губернатор Миншины, он в залежной истории. На гэдэй пасадзинь он змяннился вну на шапиру. Перед новым керавником поставлены задачи выводу предприемству на рентабельную працу, активизация инвестиционной дейности, развитие инфраструктуры, доскональнение кадровой работы. Моё, в принципе, кредо по жизни – там, где работаешь, там живёшь, там, где живёшь, там и работаешь. Понятно, что желания всегда у нас огромные во всех, но иногда возможности не позволяют претворить наше желание в жизнь. Это, в принципе, и в области, и в регионе, и в семье у каждой. Хочется больше, но надо соизмерять одно с другим. Самое главное об этом рассказывать. Счастливый день Матулевы, які народили деток 3-го липеня, веншовали уродильным домом Минской в области. Гэта традиционная акция, якую ладзит, что год, пасля осветкованья Дня Незалежности. Подарунки от кераминства региона, а так сама громадская объединанья «Белая Русь» отрымали 11 женщин. Наборы для новонародженных пройдуться до речи. Эти вещи незаменимы, потому что памперсов, постельного белья, пеленок много не бывает, когда дома маленький такой ребенок. Наши дети не случайно, мне кажется, родились в этот день, потому что мы вообще ждали две лишние недели. Ребенок второй планировался на 6 июля, но решил родиться в праздник. У нас в семье первая девочка. Мы очень и очень ждали, очень рады, что в такой день она родилась. И вообще эмоции просто переполняют. Это очень символично, что общественная организация «Белая Русь» всегда уделяет внимание молодому поколению, потому что это наше будущее. И те детки, которые родились 3 июля, уже на протяжении 9 лет, мамы их получают, конечно, подарки от общественной организации. Это же они окончили второй класс, те первые детки. Я думаю, что эта традиция будет продолжаться. За первые полгода у нас на свет появилось практически 2000 малышей. Любая женщина хоть раз в году, но бывает в стенах родильного дома или женской консультации. И наши жители прекрасно видят, как улучшается наша материальная база. На сегодняшний день возможности белорусской медицины абсолютно сопоставимы со среднеевропейским уровнем. И мы очень стараемся, чтобы мы развивались дальше. И до слова, что год у родильным доме Минской в области заявляется на свет каля 100 тысяч новых же хоров региона. Сюда поступают женщины с патологиями, и кожная из них отремовывая допомогу по самых сучастных медицинских стандартах. Пошли на других круг. Сельгаз-предприемства Миншины начали наступный этап косовицы. Первый был невельми удалым по причине неспрояльных надворья. Корму нарыхтовали меньше, чем за такие шпиры летось. Зараз господарки скосили амаль 20 тысяч гектаров. Это 15% от плана. Усягу на Миншине планует собрать 8 миллионов тонн зеленых кормов. И это больше, чем летось. А фермер из Велийского района Роман Афон сплануя наладить вытворчесть сыру. Идея до его пришла 5 год тому. Узважусь за и супрать, познайомлюсь с тонкостями вытворчести, и вырошу паспробовать. Пакуль фермер рубит сыр, а ле у хатних умовах, и выключена для своих близких и сябров. Меженшим, первые кроки нашли ахуда полновартостной вытворчести уже сделаны. Во властность агропредпринимальнику, местовые улады дали закинутую стайню. Сегодня там ремонт, а в ближайшей перспективе в будинку разместится живела. Ну а больше отдаленные планы – взять у аренду сыроварню, отримать сертификат и освоивать прилавки крамов. Это будет эксклюзивный продукт, потому что я не буду использовать ни порошки, и у меня будет только натуральное, цельное молоко, закваски и бактерии. Ездил на курсы сыроделов в Россию, учился сыроделию. Очень много рецептов и белорусских, и кавказских, я не знаю, итальянских. Рецептурное количество безграничное. Можно делать всё. Смак сыра у пословых фермера вузе неполторным. Роман Афонс набыл корову специальной породы. Их молоко идеально подыходит для вытворчасти сыру. Солодкое, подобное до морожного. Нездарма его ясно называют пламбирным. Макияж, маникюр, прическа и чёрный-белый жезл у руках. Инспектор ДПС Юлия Сегаёва сберезено уже кольки год на аварте-беспеке. У тым, что сёлита у районе авары стала меньше, есть и заслуга лейтенанта Сегаёвы. И рефронт, перш за всё, агитация и пропаганда. Кируцы женщины в форме успремаются адекватно и не забываются на веншавании. Недавно сопрацовники Держа автоинспекции краины отзначили профессийное свято. Елена Рулутович про той выпадок, коли форма отповидаясь месту. Лёгкая усмешка, символ девочкой прыгожости, долгая коса и только струй и посерк выдаёт неженочую профессию. Старший лейтенант милиции Юлия Сегаёва про форму марлась дятинства. Недавний инспектор по справах неполнолетних сегодня працуя с дорослым контингентом. У якости научального допоможника сборник правил дорожного руху, место занятков проезжая частка. Здравия желаю, Гаигорода Бердино, старший лейтенант милиции Юлия Сегаёва. Проверка документов. Переход. Счастливого пути. Соблюдайте ПДД. Спасибо. До свидания. Чекавый факт. Усмешку инспектора ДПС выкликают комплименты только добросумленных кировцев. В основном работаю в милиции. Все мы сотрудники, независимо от того, женщина ты или мужчина. Мужчина, когда останавливается, делает комплименты, улыбается. Естественно, нарушение, оно есть нарушение, все равно будет там составлено какой-то административный протокол. Это дорога, ДТП разная, дети, пешеходы, велосипедисты. Нет, как бы, уговорами тут ничего не сделаешь. Работа есть работа. Не подтвердився стереотип и на конт короткой спадницы и туфлю на высоком абсасе. В руках удобнее. В юбке, в основном, если где-то кабинетная работа, то да, тогда в юбке, в туфлях. С Жаночага у повседенном уборе Юрии хіба только капелюшек, які супрацовники милиции, конечно, так не называют. А кроме от медного дизайну форменной фуражки, не обиходится на праце и без інших приемных бонусов. Таких бы инспекторов приветливых, милых побольше. Ветливость супрацовников Державтоинспекции в Березинском районе отбивается и на дорожной обстановке. Колькость ДТЗ за последние пять месяцев знизилася. И тут так само не обойшлось без жаночага подыходу до справы. Шматлики акции с устречу в працовных коллективах и школах для Юрии не меньше значная и отказная частка працы. За знижностью деликатной зяучины хавается сопраудный боец, який в выпадку чого не пошкодует маникюру и не побоится сапсовать прическу. Ходим в бассейн раз в неделю. Здесь занимаемся в спортивном зале волейбол играем, приемы отрабатываем, уже нормативы сдаем, чтобы быть в хорошей физической форме и где-то задержать кого-то, если надо будет. А вы бы смогли? Ну, я думаю, я бы постаралась. Смелости женщинам в форме не займать. На отповедном узроу не физичная подрыхтовка. Мужчины навык могут позасть ростись. Специфика праца узровень рызыки и адреналину у кожного свой. Однако работа в одной команде и только настановчивы никто, что объединяет без включения у всех представников этой годной профессии. Леонар Лутович Леонид Бартенни у Миншчина. Миншина рыхтуется отзначить день роджения Янки Купалы. 7 липень великому песняру 135 год. На его малой родиме у Вязанцы зладить литературный фест. Усех, кто поклоняется Купалускому слову, смогут долучиться до великого свята. У Вязанцы на территории музея пройдуть читаний, дискуссии, презентации новых творов. Купалуская лирака запутчить голосами ансамблю песняры и неруш. Репортажи эфирной видео у всех программу «Любый час» доступны на сайте ctv.by и на ютюб-канале старичных и телебачения. Заходьте, глядите и поспитсывайтесь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова